Здравствуйте! Здравствуйте! Это студия Баланс ТВ, меня зовут Андрей Сидло. И это программа в рамках цикла «Книга, которая меня поразила». Сегодня у нас в гостях Ася Михлина, музыкант, мультиинструменталист, как мне сказали. Все правильно? Все правильно. Это значит, что вы на все руки мастер? Какой бы инструмент вам в руки не дали, вы на любом сыграете? Через какое-то время, надеюсь, что да. Это тренируется или это такой талант от природы дан? У меня когда-то было очень много свободного времени. Я занималась тем, что училась играть на разных инструментах. Но это как языки учить. Выучил несколько, потом дело идет проще. Понятно. Ну и судя по тому, что мы встречаемся сегодня с вами в нашей библиотеке, в какой-то момент вам попалась в руки книга, и вы их тоже освоили, и, видимо, полюбили, если я правильно понимаю. О какой книге сегодня пойдет речь? Кто и автор? Как называется? Книга называется «Пропупада. Человек святой. Его жизнь, его наследие». Авторы зовут Садсварупа Дасгасвами. Много странных слов. Да, да, да. Много чего непонятно, но давайте будем разбираться по порядку. Я очень люблю спрашивать гостей о том, знакомы ли они с автором поверхностно, никак не знакомы или углубленно знакомы. Вы что-то знаете об авторе этой книги? И вообще важно ли что-то знать об авторе книги, которую ты читаешь? Для меня важно. Мне очень интересно знать, что же я такое сейчас читаю. Садсварупа Дасгасвами, он близкий ученик Пропупады, собственно, о котором написал эту книгу. Он очень любил его и писал с огромной любовью. Это заметно в изложении. Это не единственная его книга. Это краткое изложение биографии Пропупады, есть еще более развернутые. Зачем писать биографии каких-то людей вообще в принципе для чего? Ну вот какая разница? Ну вот жил человек, родился, через какое-то время в ясли пошел, а потом раз умер. Зачем об этом писать? Прямо сразу после ясли? Ну у некоторых, сразу у некоторых там спустя 70 лет. Ну смотря какой был человек, если он внес... Ну ведь биографии много написано разных ведь, правильно? Ну там про ученых разных, про каких-то деятелей общественных. Ну пишут биографии тех, кто внес какой-то большой вклад в развитие общества, мира. Ну вот зачем мне как читателю читать чью-то биографию? Что мне это даст? Ну вот человек, он чем-то занимался, он вел какую-то деятельность. И возможно кто-то хочет за ним следовать. Кто-то вдохновляется его жизнью, его поступками. А вдруг он на самом деле не вел такую жизнь, о которой он говорил? Может стоит это проверить. Теоретически могу предположить, что если я почитаю в чьей-то биографии о том, что человек пошел в МГУ, то я тоже возьму и пойду в МГУ, потому что это меня потом приведет к каким-то... То есть вот это вот копирование, к которому порой люди действительно прибегают благодаря разного рода автобиографиям, оно вот точно меня приведет к тому же пути, который прошел этот человек. Если мы очень постараемся, если мы очень захотим этого, то возможно. Но это одна сторона. Вторая сторона, когда привлекаешься тем, что делает человек, начинаешь им интересоваться искренне, хочешь с ним познакомиться поближе. Раз его уже нет в живых на этой земле, то приходится знакомиться только таким образом. Читая о нем, слушая разговоры о нем, тех людей, которые его знают хорошо. Книга написана о Прабхупаде. Кто это? Ну вот я сейчас, конечно, понимаю, какой груз ответственности на вас ложится при ответе на этот вопрос, но тем не менее. Давайте так. Для вас кто этот человек, про которого написана эта книга? Для меня это тот, благодаря которому моя жизнь стала очень счастливой. Я бы так сформулировала вкратце. Это книжка о счастье? Да. Вот очень хорошее определение. Это книга о счастье. Книга о счастье. А Прабхупада для вас человек, который делает вас счастливым? Делает очень многих людей счастливыми. За счет чего? За счет того, что он говорит им очень неправильные вещи. Ну, вот в нашем мире очень много разумных людей, которые говорят правильные вещи, но счастья не так много, как, по крайней мере, все говорят. Как он сам говорил, в мире достаточно всего, но не хватает осознания Бога, осознания Бога. И он ставил свою цель дать людям это осознание. Он говорил им о Боге. А разговоры о Боге обычно делают людей счастливыми. Это аксиома? То есть это истина, которая не требует доказательств? То есть разговоры о Боге делают людей счастливыми? То есть это стопроцентный рецепт счастья? Я не берусь отвечать за всех. Я говорю за то, что происходит в моей жизни. Как правило, в разговоре практически с любым человеком, если затрагивается тема духовности, ну так искренне, без всякого-то фанатизма, без сектанства, то у людей это немного так процветляет их сердца в какой-то момент. Ну, как долго в своей жизни вы разговариваете на эту тему? С какого времени? С рождения? Нет, лет с 15, наверное. Я сейчас не возраст имел в виду, примерно там лет. Ну, хорошо, тогда вот, чтобы нам к теме возраста не возвращаться. То есть был какой-то период, когда у вас не было этого? Да. Да, и вдруг в какой-то момент вы ни с того ни сего, «О, хорошая тема», а не поговорили ли нам об этом? Или как это произошло? Ну, примерно так. Да? И произошло. Ну, какое-то событие, наверное, было в жизни, которое подвигло вас изменить свою точку зрения. Потому что если вы не говорили об этом, то вы, предполагаю я, подразумевали, что темы этой нет в вашей жизни, правильно? Ну, я в какой-то момент собралась помирать довольно-таки активно. Я тогда решила, надо менять свою жизнь полностью. Мне умирать очень не хотелось. Я пыталась найти какие-то пути избавления от этого события грядущего. И начали попадаться всякие очень интересные люди, которые впервые начали говорить с ней о Боге. Я поняла, что «О, это здорово!» Это действительно меняет жизнь. Я вот уже не первый раз сталкиваюсь с людьми, которые говорят о том, что к Богу они пришли через вот такие достаточно серьёзные страдания. А дальше за этим у всех возникают разные дороги, пережив такое состояние. Какой вы урок для себя извлекли, и как поменялась ваша жизнь после этого урока? Ну, я извлекла такой урок, что, что бы ни происходило в моей жизни, я могу оставаться счастливой. То есть, очевидно, какая-то составляющая остаётся неизменной, что бы у меня Бог не забирал. То есть, люди уходят, приходят, здоровье, какие-то деньги, всё что угодно, приходят и уходят, а счастье остаётся. То есть, что-то всё-таки в жизни есть неизменное, я тогда поняла, что это Бог и есть. Он может забрать всё, но если останется он, жизнь будет счастливой. Ну, это такое очень для столь юного человека, мне кажется, вы достаточно юный, я имею в виду с точки зрения души, да, и вы так заявляете такую серьёзную фразу, требуется доказательство. Но я думаю, что мы в процессе нашего сегодняшнего разговора ещё услышим от вас какие-то пояснения по этой теме. Скажите, эта книга, её к какому жанру можно отнести? Жанр биографии. В ней описана полностью вся жизнь человека от начала до конца? Да, очень сжато, правда, начало её в виде введения написано. И очень развернуты все его последующие. А чему в основном посвящена книга? Посвящена его деятельности по распространению его, не его учения о Боге. И подозреваю, что тоже там не обошлось без разных трудностей. Классальных. Да. Почему вас вдохновила книга о том, как некий человек с трудом делает свою работу? Всегда было очень интересно читать, как люди приходили к каким-то достижениям. Вот я ещё когда училась в музыкальном вузе, есть предмет музыкальной литературы, когда мы слушаем произведения композиторов и читаем некие биографии. Но это такая была осколка постоянная, читать их описание. Вот, действительно, родился, ясли, потом внезапно умер. Ну вот, ничего мне об этом не говорит о человеке. А вот почему он стал таким? А почему он думал об этом? Почему он решил написать эти вещи? Почему он занялся музыкой, в конце концов? Ну, ничего не понятно из тех сухих описаний. И хотелось какого-то живого контакта. Я же слушаю музыку человека. Я открываю в этот момент своё сердце. Я хочу знать, чему я открываю своё сердце, в конце концов. Я тогда начала читать их автобиографии. Их дневники, воспоминания композиторов. С металла просто всё, что мне попадалось под руку. К счастью, очень многие композиторы давали себе труд заниматься подобными вещами. Это был очень интересный опыт всегда. Когда прочитываешь, что такое очень личное соприкосновение происходит с человеком, слушаешь музыку совсем по-другому. Начинаешь понимать, а почему он это писал, о чём он думал, что происходило в его жизни в этот момент. Такое подглядывание в щёлочку очень всегда любопытно мне было. И тут, конечно, я читала книги про Паппаду. Он написал очень большое количество книг. Он великолепно знал санскрит, древний индийский язык. Он перевёл колоссальное совершенно количество древней литературы, которая до сих пор не была переведена на английский. Сделал это блестяще. Я читала его книги, очень сильно вдохновлялась. Мне стало, конечно, интересно, в конце концов. А с кем же я соприкасаюсь? Ведь я даже не то, что музыку слушаю, я беру некие такие фундаментальные для себя знания, на основе которых строю свою жизнь. Я даже должна знать, откуда я их беру, из какого источника я всё это черпаю. Я начала искать какие-то описания его жизни. Сам на себе он писал, ну, что-то упоминал в своих книгах, но автобиографию он свою не написал. Поэтому я обратилась к тому, что писали близкие ему люди. А сад Сваруфу Дасгасвами — это, несомненно, очень близкий ему человек. И когда я читала, меня прям очень сильно вдохновляло. В первую очередь как раз любовь его к Проппаде так бережно описывал какие-то события, вот как сын был свой про своего отца рассказывал, с большой любовью, с таким вот счастьем, вспоминая его. Это было очень такое личное какое-то общение. А второй момент, который меня вдохновлял, конечно, сама личность Проппаде. Это нужно обладать такой колоссальной верой в то, что ты делаешь очень важное дело, и что ради него можно преодолевать вообще всё на свете. Я потому что читала, у меня волосы дымом вставали, через что может просить человек, оказывается, в своей жизни. Ни на секунду не забывая при этом о Боге, ни на секунду не начиная жаловаться, сдаваясь, опуская руки, у меня ничего не получится, я никогда не смогу этого сделать. Нет, ни одну секунду в своей жизни он всегда шёл вперёд, он всегда продолжал своё дело. Так здорово. Ну, очень много в жизни упорных людей, которые делают своё дело, несмотря ни на что. Как понять, что та область, в которую ты себя решил приложить, является правильной? Ему об этом сказал его духовный учитель. А тому духовный учитель сказал его духовный учитель. Очень длинная цепочка. Получается, что каждое наше действие, надо соотносить с советами учителя? Ну, это было бы, конечно, неплохо. Не во всём, мне кажется, можем на себя полагаться. Не во всём наше разумное совершение. Спасибо. Скажите, был ли какой-то момент в книге, когда вы его читали, который, может быть, в чём-то поразил вас, который именно в жизни, в жизни Прабхупады, о котором вы раньше, например, не подозревали? Больше всего меня поразил момент, когда он собрался уезжать из Индии первый раз. Он уже принял монашество, он жил в отречении, он жил в святом месте. У него, в принципе, всё уже было хорошо. Можно было бы никуда не уезжать. О чём ещё мечтает человек? Он живёт, но служит Богу, в спокойном месте. Пожилой человек. Уже нет семьи, нет уже каких-то обязанностей. Но, тем не менее, он решает, что нет, я поеду на Запад, я буду рассказывать теперь всё это западным людям. Они же этого не знают, у них нет такого счастья. Это очень несправедливо. Надо, чтобы у них тоже было то счастье, которое есть у меня. В 69 лет уехать из того места, где прожил всю жизнь. Уехать в неизвестную совершенно тебе страну. Без денег, без знакомых. Мне это так поразило, этот момент. Я как-то не осознавала этого. Например, от моей бабушки 70 лет. Я как представлю себе, что моя бабушка собирается уезжать совершенно одна в другую страну. Некоторый шок у меня при этом возникает. И то, что он это сделал, я тогда поняла, какой вот всё-таки колоссальный силу духа у него, чтобы так на это решиться. Вот есть некое расписание в ведическом укладе, которое говорится, что вначале человек должен пройти стадию обучения, потом у него есть стадия посвящения себя семье и карьере в том числе. А потом, если я ничего не путаю, то где-то около 50-60 лет человек должен отречься от всего и, собственно, заниматься только тем, что изучать духовное писание и служить Богу. В данном случае человек уже находился в том возрасте, когда никакая социальная деятельность вроде бы как не приписывается. И тут вдруг, он же не сам решил, что он, поеду-ка я завтра в Америку и создам что-нибудь там этакое, чтобы все получше об обе узнали. Нет, он же получил некое наставление. Правильно? Ну, почему так произошло? Почему человек, он же вот мог отказаться от этого всего? Выходит, что не мог, раз он это сделал. Почему? Он рассказывал, вот как раз в этой книге рассказывается, что когда он первый раз встретил своего духовного учителя, при первой же встрече он сказал ему, «О, ты очень образованный молодой человек, мне кажется, ты можешь проповедовать это очень хорошо на Западе, на английском языке». И возраст здесь не важен? Ну, тогда был еще совсем молод. К тому времени, когда он уехал, прошло уже 40 лет с момента этой первой встречи. Все эти 40 лет, это была его подготовка колоссальная к этому событию. Как держать в себе такой настрой в течение 40 лет, когда тебе учитель говорит, ты должен сделать вот это? И как вот этот вот долг учителю отдать? Ну, через 40 лет, это ведь серьезный, это серьезный срок. Сдержать свое обещание. Хороший вопрос вообще основной. Как бы так удержаться все время в духовной практике и от нее не отступать, на шаг от своего пути? Вот как раз для этого мы читаем эти книги, наверное, чтобы понять, как у людей это удается. Очень глубокая преданность Богу, при глубокой преданности своему учителю и уверенность в том, что это нужно. Он не просто так сказал, потому что он видел, что человек без дела слоняется, дай-ка его займу чем-нибудь. Он понимал, что действительно очень нужно. И он увидел в пропаде, что этот потенциал он сможет это сделать. Это очень чисто, человек очень возвышенный. Несомненно, он справится с этой невероятной задачей, которую до сих пор не давалось никому осуществить из его единомерцев. Ну и из этого, видимо, многое получилось. Где силы брать в 70 лет не сильно здоровому? Ну я подозреваю так, что в 70 лет мало у кого там богатырское здоровье на этой планете. Трудная жизнь, отсутствие финансирования, отсутствие какой-то там моральной поддержки или еще какой-то другой. Где черпать силы? То есть наверняка в этой книге написано. Да, написаны некоторые его воспоминания о его путешествии в Америку, собственно, первым. Он плыл больше месяца из Индии, через все эти моря и океаны. У него была очень сильная морская болезнь, у него было два сердечных приступа в дороге. И было очень тяжело, конечно. Он писал, что невыносимой боли ему причиняет разлуки с Индией, с тем местом, где он жил. Но он сказал, что находил утешение постоянное в чтении священных писаний. Он взял с собой несколько книг, он их постоянно читал. И он все время понял о том, что он делает это не для своего удовольствия, вообще не для удовольствия чего-либо. Он делает это для того, чтобы просто выполнить волю своего духовного учителя и чтобы доставить удовольствие Богу. Это какой год был? Это был 65-й год. Да, в это время Америка была наполнена всякими разными музыкальными течениями и никакого там особо сильного комфорта или сервиса по распространению. То есть напечатать книгу-то и то была проблема достаточно большая. Ну, он собирал пожертвования на это дело. Тоже с колоссальным трудом все это делали. Ну вот говорят о том, что там первый год пребывания его в Америке вообще не описан нигде и никак. Потому что там были такие колоссальные трудности, о которых даже говорить страшно. Не знаете ничего? Ну, он написан. Написан, да? Он написан в его биографиях, конечно же. Очень интересно, потому что как человек может с нуля без знакомых, без связей взять и создать что-то совершенно чуждое той культуре, в которую он приехал. Это же сейчас один из самых главных вопросов у людей. Как я поеду там? Как я начну свое дело? Как я научусь? Я часто встречаюсь с людьми, с которыми начинаю на духовной теме разговаривать. Мне говорят, вот, все вот это, вся вот эта духовность. Ну, как я сейчас должен бросить всю семью, пойти жить в монастырь? Так что ли? Как мне поступать? Спрашивают люди. Какой совет дадите? Ответ на вопрос, как начать духовную жизнь? Да. В семье? Ну, да, в рамках того, что вы прочитали в этой книге. Про Пады, например, говорил, что семья – это платформа для того, чтобы возвращаться к Богу. Это один из способов к нему прийти, очень хороший способ, который подходит для большинства людей, в отличие от монашества. Потому что не стоит переоценивать свои силы, что вот я сейчас раз пошел в отречение, и сразу начал служить Богу, нетушке. Не выйдет. Наш ум нас будет беспокоить, подкидывать какие-то желания. Уж лучше их спокойненько реализовывать в семье и потихонечку начать практиковать. Ну, поделитесь своим опытом. Вы когда… Вот вы сказали о том, что у вас был период, когда вы начали совершенствоваться в духовной практике. Вы ощутили поддержку со стороны семьи в том числе? Ну, поддержка была такого рода, что мне все пытались запретить. Я в этот момент утверждалась в том, что мне это действительно нужно. То есть, с одной стороны, мне все вмешало это делать, а с другой стороны, сильно крепла уверенность. Мне приходилось искать какие-то доводы, какие-то объяснения того, что я делаю, что-то доказывать, быть самой для себя уверенной, что мне это точно нужно. Что раз я прохожу через такие скандалы, это 100% мне нужно. И это очень сильно укрепляло решимость. Скажите, вот человека всегда характеризует некое развитие. То есть, мы восхищаемся в основном теми, кто начал свой путь с какой-то определенной планки и потом шел вверх, развивался. Вот человек, о котором написана эта книга. Он фактически уже… Он жил как монах, да, и вдруг он попадает в Америку. И он вынужден стать неким организатором. То есть, вот каким образом раскрывалась его вот эта составляющая? Она в книге описана. То есть, как он с нуля создал такую всемирную организацию? Ну, просто строго выполнял все, что говорил ему духовный учитель. Духовный учитель давал ему рекомендации, как открывать компанию, как набирать сотрудников. Ну, сам Прокопад говорит, что в священных писаниях есть все необходимое нам для жизни. Да. Но вообще, его жизнь показывает, что он умел практически все еще. До того, как он ехал из Индии, вот я как раз читала, как он издавал свои первые книги и журналы, какой фантастический организаторский талант у него проявлял. Без средств к существованию он монах. Как-то умудрялся находить пожертвования, договариваться с издательством, с типахографией, следить, чтобы сроки не затягивались, чтобы все это было сделано очень качественно. Он же не занимался этим, как бы, всю свою жизнь. Но, тем не менее, в этот момент у него проявилось это качество. И так оно происходило и в дальнейшем. Когда приехал в Америку, он просто начал говорить всем о Боге и использовать для этого малейшую возможность. Он не говорил, что нет, с этим я не буду разговаривать, с этим я не буду. Я поищу такую возможность, поищу такую. Просто каждую секунду своей жизни он использовал, чтобы это делать. Он был очень искренен. У него не было цели стать известным, у него было цели как-то собрать, наконец, деньги, чтобы больше жить на счете. Ну, не было никаких других целей. Он просто искренне хотел людям счастья. Они это чувствовали, они откликались. На каком-то этапе он приезжал в нашу страну? Этот период описан в книге? Ну, период, думаю, это сложно назвать. Ну. Период из нескольких дней. Да. Он приехал в СССР еще во времена такого железного занавеса, очень жесткой цензуры, очень жесткого гонения религии. И вот, пропадает, приезжает в Москву. Фантастическое событие. Ну, наверное, не более фантастическое, чем его, в принципе, переезд на Запад. Ну да. Ну, он очень был сострадателем. Он очень хотел, чтобы все узнали о Боге, чтобы все были счастливы. Он не останавливался ни перед чем. Но здесь ему фактически ничего не дали сделать. Он пытался какие-то выступления провести. Но такой возможности не получилось, разумеется, в это время. Встретился с некими деятелями искусства, с философами. Ну, мало что вышло из этой встречи. А потом в какой-то момент он столкнулся с неким юношей, которым очень вдохновился личностью пропада, его учением. Они общались несколько дней буквально. Он передал ему все, что он мог передать за эти несколько дней, и уехал. И он остался в полном одиночестве здесь, без всякого общения, без книг, без единомышленников. И он здесь начал продвигать это движение очень успешно. Когда человек читает книгу, он, как правило, себя начинает ассоциировать с кем-то из персонажей этой книги. Ну, наверное, с автобиографией это немножко не так, но тем не менее, все равно у нас появляется какая-то связь с тем человеком, о котором пишут. Вот когда вы читали эту книгу, был ли какой-то такой момент, когда вы сказали, ну, все, вот здесь бы я точно все прекратила бы и уехала бы домой, к маме, и больше никогда бы этим не стал заниматься? Еще в поведении, наверное. Еще до того, как он собрался на Запад ехать. Я каждый момент думаю, господи, как это возможно? Где чай он берет силы? Как этим заниматься? Я себя чувствую такой, какой-то никчемный в этот момент. Я поняла, насколько я ленива. Мне вообще столько пришлось в своей жизни переосмыслить. Когда видишь перед собой вообще пример такой личности, невольно начинаешь сравнивать это с собой. Например, вот так вот сравнивать, понимать, что все очень плохо у тебя, нужно что-то менять. Ну, а эти перемены к чему они приведут? Есть желание стать таким, как он? Ну, это несколько такое смелое желание. Но идти в ту сторону, и, конечно, огромное желание возникает. И что в конце пути? Господь? Абстрактно, да, немножко звучит? Ну, да. Ну, как минимум, избавление от страданий этого мира. Вот когда вы говорили о том, что этот путь, он априори ведет людей к счастью. Но вот если посмотреть там видеозаписи, фотографии, что в нашем обыденном понимании, что такое счастье? Когда человек улыбается, там, нюхает цветочки, там, и все у него хорошо, и на все проблемы он там смотрит как бы отстраненно издалека, у него хорошее настроение. Но вот если мы смотрим видеозаписи, смотрим фотографии, вот не сказать, что у правопада был такой там прямо весельчак, душа компании, или я заблуждаюсь. Счастье где? Как оно проявляется у такого рода людей? Ну, чтобы то, что вы описали, сначала счастье, все-таки проще не духовной практикой заниматься, а, извините, не знаю, там, выпить, например, оно проще приведет к такому состоянию, чем годы медитации, например, таких сложностей. Счастье — это какая-то внутренняя цельность. Когда ты просыпаешься, живешь свой день, живешь свою жизнь, и есть очень четкое ощущение, что это нужно. Что это не просто так, ты там не занимаешься какой-то ерундой. Это действительно нужно. Это важно для Бога. И вот это внутреннее ощущение полной цельности, такого удовлетворения тем, что ты делаешь, очень нужное дело. Это такое колоссальное ощущение счастья, которое с просто таким вот, может, чем-то наивным экстазом, оно неспоставимо. Хотя и такому проявлению более привычного нам в виде улыбок и смеха, оно тоже, конечно, не мешает. И у правопада этого хватало более чем. Он был со сменой чувством юмора. Был какой-то момент там, связанный с чувством юмора правопада, который вы помните сейчас из этой книги? Что там было описано, какие-то истории? Ну, мне очень понравилась история, когда к нему пришел один ученик. Ну, их там было, конечно, очень много, этих историй. И он сказал, а вот правда говорят, что, например, жена должна служить своему мужу, как служить Богу. Правопада на него посмотрел. Ну, вообще-то правда, но ты же не такая сволочь, чтобы этим пользоваться. Еще был довольно интересный случай, когда его позвали на одну передачу телевизионную, а ведущий славился своим очень крутым нравом. Он очень любил разносить всех присутствующих. И ученики пропадают, и восстанавливают сами, Джинни, делайте этого, пожалуйста, вы не понимаете, куда идете. Он говорит, нет, я-то могу говорить о Кришне, значит, я пойду туда. И он пришел, и сразу начался вопрос, вот зачем вы приехали, или чего вы пытаетесь нас научить? Вот вы приехали из Индии, там такой низкий уровень жизни, там такая высокая смертность, она гораздо выше, чем здесь. Вот что вы нам пытаетесь принести? Ну, пропад тоже подумал. Высокая, странная, думаю, на этой планете она стопроцентная. Я очень люблю, когда наши программы украшаются, что называется, первоисточником. То есть, когда мы, разговаривая о книге, берем и читаем какие-то отрывки из этой книги. Если сейчас у вас что-то такое, какой-то отрывочек из этой книги, который можно было бы прочитать, который бы сейчас каким-то образом был актуален для вашего мироощущения сейчас, или, может быть, для того, чтобы передать какое-то настроение этой книги. Тут в этой книге приведена цитата самого Пруппада, это даже не автор этой книги, а вот Пруппада. Здесь приводится отрывок стихотворения, которое он написал, когда только что приехал в Америку. Он очень так глубоко раскрывает, по-моему, состояние Пруппады. В тот момент, когда он понял непосильность этой задачи, которую он собирался выполнить. Я, может, сейчас зачитаю отрывок этого отрывка. «Мой дорогой Господь Кришна, Ты так добр к этой никчемной душе, но я не знаю, зачем Ты привел меня сюда. Теперь Ты можешь делать со мной все, что Тебе угодно. Я догадываюсь, однако, что здесь у Тебя есть какое-то дело, иначе зачем бы Ты привел меня в это ужасное место? Большинство живущих здесь людей находятся в плену материальных гон невежества и страсти. Поглощенные материальной жизнью, они считают себя счастливыми. Они вполне довольны жизнью, потому равнодушны посланию Господа. Я не уверен, смогут ли они понять его. Но я знаю, что по Твоей милости даже невозможные становятся возможным. Я уповаю только на Твою милость и молю по Тебе помочь мне убедить этих людей. Я марионетка в Твоих руках. И раз уж Ты привел меня сюда танцевать, так заставь. Заставь меня танцевать, Господи. Заставь меня танцевать так, как Ты этого хочешь. У меня нет ни преданности, ни знаний, но есть твердая вера в Святое Имя». Можно ли обрести веру в Святое Имя, прочитав эту книгу? Ну, по крайней мере, ощутить какой-то вкус этого, да, несомненно. Что произошло у Вас? Вы взяли эту книгу для передачи, которая называется «Книга, которая меня поразила». То есть это была книга, Вы же читали другие какие-то книги, они тоже какие-то впечатления на Вас производили. Что в этой книге было такого, что именно ее Вы взяли? Почему она является таким своеобразным бриллиантом в Вашей читательской коллекции? Ну, конечно, книги, которые производили на меня сильные впечатления, было несколько в моей жизни. Но это стало, так сказать, последним поворотным моментом, который во многом определил мою жизнь. И я определил в том, что моя решимость идти по пути к Богу стала очень сильной после прочтения. Когда я так очень лично соприкоснулась с этим человеком и поняла, насколько высоко то, о чем он говорит, насколько оно практично, и насколько это действительно можно применять в своей жизни. Это не какие-то абстрактные слова, это не какая-то сухая философия. Это очень живое учение. И вот когда видишь людей, которые так далеко прошли этому пути, это очень сильно вдохновляет. Еще желание такое не подвести его после этого. Спасибо. Спасибо. Спасибо за Ваш рассказ. Спасибо за то, что обратили наше внимание на это произведение. Я думаю, что наша программа подтолкнет кого-то взять в руки эту книгу, прочитать ее, и, может быть, чья-то жизнь действительно станет счастливее. Будем надеяться. Всего доброго. До свидания. Уважаемые зрители, спасибо, что смотрите наш канал. Тем не менее, приглашаем Вас заходить также на наш сайт balance.tv.ru. Там всегда Вы можете найти наши программы в записи. А также можете заходить в наш интернет-магазин, где Вы можете приобрести разные книги, в том числе и ту, о которой мы сегодня разговаривали. И, пожалуйста, покупайте их, читайте сами, дарите своим друзьям. И помните, главное — держать баланс. Всего доброго. До свидания. Телекомпания «Баланс ТВ» и мультипортал «Рузов.ру» представляют. Уникальный интернет-проект «Тысячелетие». Приключенческий роман на документальной основе в поисках бессмертия. Два друга отправляются в Гималайи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималайи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте в поисках бессмертия.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова